Вступаю в ряды архивистов Государственной архивной службы Ульяновской области. Эти слова клятвы молодые историки произнесли во время посвящения их в архивисты, в последний день работы школы молодого историка. В торжественной обстановке они обещали бережно хранить источники прошлого и передавать их будущим поколениям. Инициатором и организатором школы является Государственный архив новейшей истории Ульяновской области, на базе которого проходят занятия студентов историко-филологического факультета ОЛГПУ. В рамках школы они занимаются и реставрацией, и государственным учетом, и учатся работать с источниками, учатся ораторскому мастерству. В том числе, естественно, они потом это демонстрируют и на заседаниях дискуссионного клуба, на отчетных конференциях. В общем, программа очень насыщенная. И для архива это еще и возможность увидеть какие-то потенциальные кадры, которые уже придут после нас и будут дальше развивать архивное дело. Школа молодого историка 2024 проходила две недели. Какой багаж знаний и умений получили молодые историки, рассказали сами ее участники. За это время я написала реферат по теме репрессий 30-х годов в нашем крае на основе материалов, которые были даны в архиве. Эти материалы я могла найти только в архиве, потому что в интернете, сколько бы я ни искала, я не могла ничего найти. Это было очень интересно, и теперь я буду чаще ходить в архив, потому что там находятся просто ценные документы, которые нигде нет. Мне этот проект был полезен тем, что мы получили навыки коммуникабельности, активности, какие-то новые аспекты истории узнали, научились архивному делу в целом. Всем участникам школы молодого историка вручили сертификаты, памятные подарки от организаторов и, конечно, лупы и белые перчатки, без которых сложно представить архивистов. Директор Государственного архива новейшей истории Андрей Пашкин пожелал участникам школы успешного профессионального пути, интересных учебных и творческих проектов и, конечно, вновь прийти в архив. Кроме того, Андрей Геннадьевич напомнил, что с 1 марта стартовал фестиваль «Архивный хронограф» и пригласил всех принять в нем участие. И вот в этом году его открытие совпало с закрытием школы молодых историков, которые проводим второй раз. Сам по себе архивный фестиваль в этом году достаточно богат на события. Это и презентация уникальных выставок. На сей раз оба государственных архива представляют подлинники документов. Это и разнообразные просветительские мероприятия. С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайтах двух государственных архивов региона. Ирина Антонова, Олег Тончин, Управда ТВ